Девушки отдыхают После ракетных обстрелов Ираном Израиля полеты над регионом были отменены, самолеты не пересекают иранское воздушное пространство, чтобы избежать случайной атаки. О ситуации на Ближнем Востоке не только поговорим сегодня в выпуске. В эфире из Астаны для вас работает команда программы «Мир. Итоги» и мы, Мелина, Вавулиде. И Руслан Идрисов. Вот главные темы выпуска. Перерастет ли ближневосточный конфликт в ядерную войну? Иран и Израиль на пороге большой войны. Как все это отразится на мире, во всем мире? Хизбаллах, Амас и Хуситы. Что их связывает и при чем тут Иран? История появления коалиции религиозных вооруженных группировок, враждебных Израилю. 40 лет затишья и вот опять министров Сингапуре обвинили в коррупции. Что известно о чиновнике, который испортил Сингапур репутацию страны свободной от взяточничества. Ориентир на право. С чем связан подъем ультраправых в странах ЕС и при чем тут война в Украине? Разберемся. Итак, начнем выпуск. На неделе Израиль начал наземную операцию против Хизбаллы. На юге Ливана используются и ВВС, и артиллерия. Они поддерживают наземные войска ударами по военным целям. Наземные рейды, как заявили в Тель-Авиве, идут в деревнях, расположенных рядом с израильской границей. Агентство Рейтер напоминает, что последний раз Израиль и Хизбалла вступали в наземный бой во время месячной войны в 2006 году. Как пишет издание Times of Israel, цель операции – ликвидировать позиции Хизбаллы вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения, по которому группировка будет отброшена за Эль-Литани, самую большую реку на юге Ливана в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. При этом верхушка Хизбаллы утверждает, что Израиль не атаковал Ливан, а все сообщения Израиля о наземной операции ложные. Опровергает Хизбалла и сообщения об открытых столкновениях между боевиками и израильскими силами. Но если такие и будут, то, заявляют в группировке, они готовы к прямой конфронтации. Но вот парадокс. Заявив о начале наземного вторжения, Тель-Авив при этом не дает никакой конкретной информации. В самом же Израиле такую ситуацию назвали информационным туманом. Мол, будут результаты, сообщим, но пока ясно одно. Как в любом вооруженном конфликте, начатом большими людьми, страдает простой народ. Премьер-министр Ливана Наджиб Макати рассказал, что около миллиона человек были эвакуированы по всему Ливану с тех пор, как в сентябре начались израильские авиаудары. Ну так перерастет ли такое ограниченное вторжение в Ливан в полномасштабную войну и вступит ли в нее Иран? Вот главные вопросы сегодня. И важно отметить, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддержит израильскую атаку на объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. После того, как Иран выпустил ракеты по Израилю в Нью-Йорке, прошло экстренное заседание Совбеза ООН, где генсек этой организации Антонио Гутерриш заявил, что его осуждение нападения Ирана на Израиль очевидно. Ну, надо сказать, что такая формулировка появилась после того, как Гутерриш в своем аккаунте в соцсети написал, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке, где за эскалацией следует эскалация. В МИДе Израиля обиделись, что генсек ООН не обвинил во всем Иран и объявили Гутерриша персоной нон-грата. Ну и, собственно, запретили въезд в Израиль. Ну и, возвращаясь к главному, обретет ли вторжение в Ливан характер полномасштабной войны, участие в которой примет и Иран? Насколько далеко зайдет Израиль и какую роль сыграют те или иные действия Вашингтона? На эти вопросы искала ответы наша коллега Айдана Карибжанова. Она присоединилась к нам. Айдан, добрый вечер. Приветствую, коллеги. Ровно год с эскалацией конфликтов, вторжения в сектор ГАЗа, передислокация населения, тысячи смертей, полнейший гуманитарный кризис в секторе и вообще теперь еще один театр боевых действий в соседнем Ливане. Ясен ли масштаб израильской операции Айдана? Ну и что вообще об этом пишет мировая пресса? Какие прогнозы у экспертов? Вообще масштаб операции в Ливане – это самая обсуждаемая сегодня тема. От того, ограничится ли Цахал районами вдоль северной границы, которую они называют сейчас закрытой военной зоной, или все-таки продвинется через всю границу, от этого сейчас напрямую зависит эскалация конфликта и реакция соседних стран. И хизбаллы, которая скорее станет оказывать сопротивление. Что из этого может выйти, какое сопротивление – об этом в обзоре. В Цахал операцию «Северные стрелы» описывают как наземные рейды, цель которых – уничтожение инфраструктуры хизбаллы и сбор информации. При этом удары уже были нанесены на лагерь беженцев и по центру Бейрута. По данным Минздрава Ливана, в результате атак погибли уже по меньшей мере 46 человек. По данным Израиля, погибших меньше, а цель атак – не население, а пункты дислокации и хранения оружия хизбаллы, с которой Израиль, напомню, уже воюет десятки лет. Действует Цахал по той же схеме, что в секторе газа, продвигаясь вперед вдоль границы и призывая жителей деревень на юге Ливана эвакуироваться в северные районы. Что стало с сектором газа за этот год, всем известно. Сотни погибших, сильнейший в истории гуманитарный кризис, с последствиями которого пытаются справиться группой помощи от ООН. Напомню, что недавно армия Израиля обнаружила на границе Ливана сети тоннелей, построенные хизбаллой. По их утверждениям, они разветвлены и ведут на территорию Израиля. И хотя за последние две недели Цахал уничтожил почти все руководство Хизбаллы и значительную часть ее вооружения, согласно планам и заявлениям, операция не закончится до того, как будет уничтожена вся военная техника, бункеры и тоннели, подготовленные группировкой вблизи израильской границы. Большинство экспертов, опрошенных западными СМИ, считают, что одной из весомых целей всей израильской военной кампании является ослабление Ирана. А так как Хизбалла создавалась при участии проиранских сил и преследовала цель противодействия Израилю, ослабление группировки для Израиля значит и давление на Иран. Нам, как аналитикам Ближнего Востока, кажется, что в настоящий момент существует огромный политический вакуум, которым пользуется нынешняя правительство Неттаньяху в том смысле, что Соединенные Штаты, которые являются единственной страной, способной обуздать Неттаньяху, и остановить нынешнюю очень опасную эскалацию, не делают этого из-за нестабильной ситуации в США, учитывая выборы и текущую ситуацию. Также продвижение Израиля по границе Ливана связывают в целом с затишем на палестинском направлении, так как пока Хамас не ведет активных военных действий, не считая точечных нападений, с которыми защитная система Израиля справляется хорошо, операция в Ливане по ликвидации Хизбаллы обеспечит Израилю ослабление одновременно и Хамаса, и ограничению возможностей Ирана. Айдан, знаешь, мотивы Израиля понятны, да, однако вот может ли Хизбалла все же оказать сопротивление? Этот вопрос очень беспокоит сейчас. И несмотря на последние вообще крупные потери во власти, есть мнение, что группировку и особенно ее военный потенциал нельзя списывать со счетов. Кстати, вот да. Действительно, коллеги, Хизбалла потерпела серьезные неудачи в последние месяцы. В результате разных атак Цахала только за сентябрь убиты рекордное число представителей власти группировки, включая генсека Хизбаллы Хасана Насралы, управляющего организацией больше 30 лет, и командира воздушными силами Мухаммада Хусейн Сарура. То есть сейчас у них как минимум нарушены коммуникации, разлад высших эшелонных власти и нехватка времени для координации дальнейших действий. Однако все же не стоит забывать о военном потенциале группировки, которая с начала 80-х годов еще стала доминирующей военной силой в Ливане, фактически оттеснив на второй план армию страны. И такого мнения, например, научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Хамид Рыза Азизи. Давайте послушаем его цитату. Израиль считает, что Хизбалла пребывает в состоянии хаоса, а в системе командования и контроля есть пробел. Можно ожидать первоначальных успехов и достижений Израиля, но Хизбалла все же имеет значительное преимущество в наземных боях из-за опыта группировки, в партизанской войне и знания местности. По разным оценкам армия Хизбаллы насчитывает около 40 тысяч бойцов. Основная армия Ливана же в основном дислоцируется на юге страны, где также развернуты миротворческие силы ООН. В наземных боях с Израилем официальная армия Ливана участвовать не станет, считают эксперты. Что касается Ирана, аналитики склоняются к мнению, что Тегеран вряд ли нанесет прямой военный удар по Израилю, что могло бы спровоцировать тотальную войну. Иранские удары по Израилю 1 октября часть экспертов называет обязательными и вынужденными для демонстрации голоса и сил, так как об ответах за убийство главы политбюро Хамаса Хани Иран говорит уже больше двух месяцев. В целом же Иран вряд ли разместит свои прокси-силы в Ливане, как Тегеран это сделал в Сирии, когда президент Башир Асад, напомню, оказался под угрозой свержения во время гражданской войны. Иран, напомню, тогда вмешался в конфликт, чтобы сохранить его у власти. Такой сценарий вряд ли повторится. Ливанское правительство уже заблокировало иранским самолетом доступ в воздушное пространство страны после угроз со стороны Израиля. Казахстанский эксперт, политтехнолог Дина Шихислам считает, что Иран не будет втягивать себя в большую войну с Израилем. В его интересах, наоборот, снятие с себя санкций и обеспокоенность своим ядерным потенциалом. Иран все эти месяцы пытается наладить отношения с Западом. Выбирают в президента Пизышкиана, который свою повестку поставил в возобновлении ядерной сделки США. Посылают дипломата Зарифа на переговоры. А неделю назад на сессии Генассамблеи ООН президент Ирана снова сказал о готовности Тегерана к переговорам по ядерной сделке. На фоне эскалации речь зашла о ядерных объектах Ирана. Ранее о том, что Израиль планирует нанести по ним удар, написала американское онлайн-издание «Экшос». Среди других возможных целей назывались установки Ирана по добыче нефти и другие стратегически важные объекты. Это величайшая за 50 лет возможность изменить лицо Ближнего Востока. Так прокомментировал эти угрозы экс-премьер Израиля Нафтели Беннет. Позже в Вашингтоне заявили, что США против возможного удара Израиля по этим ядерным объектам. Однако новые санкции против Ирана уже обсуждались на саммите Большой Семерки 2 октября. Подытоживаю, отмечу, что несмотря на то, что весь мир пытается донести до Израиля о рисках еще большей эскалации, сдержанность, по-видимому, не самая популярная тема в израильском военном кабинете. В десятках арабских стран проходят сегодня протесты против действия Израиля в Ливане и секторе Газа. Тель-Авив при этом намерен довести до конца свою цель по зачистке ячейк Хамаса и Хизбаллы на приграничных территориях. Абсолютной ликвидации эксперты не предвидят. Однако операции, по-видимому, откинут развитие организации на 10-15 лет назад. И пока Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать Израиль в их усилиях, операции будут продвигаться и дальше. Айдан, напоследок предлагаю все-таки обозначить, какие эксперты каких стран считают, что именно от поддержки США зависят дальнейшие действия в Тель-Авиве и решения, которые там сейчас принимаются. По большей части, конечно, это эксперты опрошенные, в том числе западными СМИ, российскими СМИ, китайскими СМИ. И такие статьи были. Большая часть принимает и объясняет вот это влияние Америки на ситуацию конкретно здесь. То есть в том числе эксперты и политологи из таких ведущих демократий, если я правильно тебя понял. Да, и напомню еще одну статью New York Times, которую вчера тоже пролистывала. Речь идет о том, что сегодняшняя политическая ситуация в Америке, то есть подвешенное состояние накануне выборов, тоже влияет на то, что конкретного решения по Ближнему Востоку пока не предвидится. Ну что ж, будем ждать исхода выборов. Ну и не только исхода выборов, а вообще будем ждать, кто придет к власти. И как в январе, когда уже будущий президент вступится и полномочия в овальном кабинете, какие он будет принимать решения после. Да, согласен. Айдана, спасибо тебе за интересный обзор. Я напомню, это была Айдана Карибжанова с авторским обзором зарубежной прессы. Ну вот, что еще отличает конфликт 2024 года от всех предыдущих столкновений между Ираном и Израилем? Тем, что Тегеран был вынужден отойти от тактики прокси-войны. Это когда вроде бы и противостоят врагу, но не напрямую, а с помощью сторонних сил чужими руками. В случае с Ираном это Хамас и Хизбалла. Надо отметить, что обе группировки стоят на стороне Ирана и, как считается, активно ими поддерживаются финансами, оружием, техникой и обучением боевиков. И Хамас, и Хизбалла настроены крайне враждебно в отношении Израиля. Выступают за палестинское государство в границах до 1948 года. Издание Wall Street Journal в этом году заявило, что получило данные о том, что именно Тегеран напрямую помогал Хамас планировать нападение на Израиль в октябре прошлого года. Ну, надо сказать, что обе организации и Хамас, и Хизбалла имеют в своем составе политические и военные ответвления. То есть, с одной стороны организовывают теракты, с другой имеют представительство в законодательных и исполнительных органах власти. Но есть различия. Хамас причисляет себя к сунитским исламским организациям, Хизбалла к шиитам. Ну, вот, Руслан, такие религиозные разночтения, они полностью стираются, когда объединяет идеологическая идея и общий враг, что называется. Согласен, разумеется. Но врагом Израиль был для них не всегда, надо сказать. И организации, если не испытывали к Израилю теплых чувств, то, по крайней мере, не шли на открытый конфликт. В истории вопросы разбирались наши коллеги. Отношения Ирана и Израиля берут свое начало в создании последнего. Изначально Тегеран был против раздела Палестины. Однако уже в 50-е годы происходит сближение, и страны фактически становятся союзниками. Иранские власти некоторое время не решались признавать Израиль. Но после того, как Израиль признала Турция, это сделал и Иран. С ростом советского влияния в регионе и с приходом басистов к власти в арабских странах, эта партия правит Сирией уже больше 60 лет. Иран и Израиль становятся фактически союзниками для балансирования на Ближнем Востоке. Обе страны придерживаются в целом прозападного курса. А Иран также поддерживает Израиль против арабов. К примеру, Иран в шестидневной войне симпатизировал именно Израилю. В общем и целом, когда во главе Израиля был шах Пехлеви, отношения были теплыми, хотя иногда случались и конфликты, особенно на закате его правления. К примеру, в 1975 году Иран проголосовал за резолюцию ООН, отождествляющую сионизм с расизмом. Конфликты начались уже после Исламской революции в Иране в 1979 году. Ставший во главе Ирана Рухоллахомейни, еще до прихода к власти, критиковал шаха за его сближение с американцами и Израилем. С приходом к власти религиозных радикалов сменилось резко отношение и к самому Израилю. С тех пор отношения напряженные, а Иран спонсирует различные антиизраильские группировки по типу Хамаса, располагающиеся в Палестине или Хезболлы в Ливане. Обе организации во многих странах уже давно признаны террористическими. Все наши нынешние беды порождаются Израилем, а за спиной самого Израиля стоит Америка. Наши депутаты и министры тоже смотрят в рот Америки. Все они назначены Америкой. Если это не так, чего бы им не встать и не протестовать? Интересно, что сам Израиль в 1979-м не спешил разрывать отношения с Ираном и пытался сохранить их, благоприятные для Тель-Авива. Они были необходимы для сохранения баланса на Ближнем Востоке. Были и довольно интересные эпизоды сближения между Израилем и Ираном. Но в нулевые отношения стали ухудшаться. Особенно после того, как во главе Ирана стал Махмуд Ахмадинежад. В 2005-м иранские власти стали приравнивать ионизм к фашизму и расизму и отрицать Холокост. В дополнение к этому конфликт начался на почве обвинения Ирана в том, что он собирается создавать ядерное оружие. Израиль неоднократно атаковал объекты, связанные с ядерной разработкой, и даже убивал специалистов по энергетике. Иран же помогает антиизраильским силам во время войны в Ливане. Речь идет о финансировании Хизбуллы. Сейчас Иран – один из главных сторонников палестинского движения, в котором он видит инструмент для борьбы с Израилем своим ключевым противником в регионе. Поддержкой Ирана пользуется группировка Хизбулла, созданная в 1989 году при поддержке Корпуса стражей Исламской революции и выступающая за создание в Ливане Исламской республики по образцу Ирана. В 1990-е Хизбулла стала одной из доминирующих сил в Южном Ливане и вела активную партизанскую войну против присутствующих там израильских военных. После вывода израильских войск Хизбулла продолжила атаковать израильскую территорию, что в конечном итоге привело ко Второй Ливанской войне между Цахал и шиитской группировкой в 2006 году. После прекращения военных действий Хизбулла неоднократно обстреливала территорию Израиля и спорные территории ракетами и минометами, на что тот отвечал ударами по позициям группировки на территории Ливана. Сейчас конфронтация между Израилем и Ираном на фоне палестинского вопроса кажется одной из неразрешимых проблем региона. Даже умеренные иранские лидеры критикуют Израиль, отделяя евреев от сионистов. Однако к полномасштабной войне до сих пор не дошло, благодаря сдерживающей роли США и других стран. Тем не менее, прокси-война продолжается, и Иран по-прежнему поддерживает такие группировки, как Хамас и Хизбулла. И кажется, что каждый новый виток конфликта все больше приближает Ближний Восток к точке невозврата. Еще одна сторона конфликта — йеменские хуситы, которые называют себя сторонниками Ливанской Хизбуллы, которая, по мнению западных экспертов, снабжает хуситов, в том числе и иранским оружием. Надо сказать, что Саудовская Аравия не раз обвиняла Тегеран в поставках крылатых ракет и беспилотников, используемых хуситами для ударов по нефтяным объектам этой страны. Йеменские хуситы контролируют северную столицу Сану и Хадейду со стороны Красного моря, ворота в транзитный путь через Суэцкий канал и обратно. После начала конфликта между Израилем и Хамасом хуситы поддержали палестинское движение, напав на суда, следующие транзитом в Красном море. А это почти 15% мирового трафика. Из-за нападения крупные судоходные компании отказались от этого маршрута, что привело к увеличению сроков и затрат. Под прицел попадали в основном американские и европейские суда. После убийства Хасана Насралы, Израиль атаковал и хуситов. В ответ, йеменские мятежники нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле. Представитель хуситов отметил, что поддерживает иранский удар по Израилю и призвал Иран к совместным военным операциям против Тель-Авива. Вооруженные силы Йемена провели операцию, нанеся удары крылатыми ракетами КУЦ-5 по военным объектам в глубине сионистского образования. Мы продолжим наносить удары по Израилю в знак поддержки наших угнетаемых братьев в Палестине. Эти удары не прекратятся, пока израильская агрессия не остановится. Ну и йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании в Красном море и Оденском заливе с осени 2023 года. Под удары также попадают суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В ответ, Великобритания и США с января этого года начали наносить удары по объектам движения в Йемене. Но американскому судоходству наносят ущерб не только повстанцы-хуситы. На неделе завершилась самая масштабная забастовка сотрудников морских портов восточного побережья США и Мексиканского залива. Протест стал первым с 1977 года. По данным Джей Пи Морган, забастовка обошлась американской экономике в 4,5 миллиарда долларов в день. Еще раз, 4,5 миллиарда долларов в день. Работа портов несколько дней была полностью парализована. Протесты затормозили работу примерно половины американского океанского судоходства. В них приняли участие десятки тысяч докеров. В Белом доме выступили на стороне протестующих, которые требовали повышения зарплат. Профсоюз сотрудников портов, который представляет интересы 45 тысяч работников, требовал от работодателя Альянса судоходных компаний повышения выплат на 77%. Ситуация грозила проблемами для администрации Байдена, особенно в предвыборный период. С одной стороны, действующий президент может по закону обязать докеров выйти на работу, если возникает угроза национальной экономике. С другой же стороны, все протестующие потенциальные избиратели, чьи голоса могут понадобиться на выборах 5 ноября. Поэтому в Белом доме заняли максимально выгодную для себя позицию. Давайте послушаем. Мы считаем, что важно, чтобы работники получали справедливую оплату, а также льготы. Это то, чего они заслуживают. Грузоотправители смогли вернуть себе прибыль. Для некоторых из них она превысила 800% после пандемии. Вознаграждения руководителей выросли в соответствии с этой прибылью, и прибыль была возвращена акционерам рекордными темпами. Поэтому эти работники заслуживают того, чтобы получать такую зарплату. Они этого заслуживают. Они рисковали своей жизнью во время пандемии, чтобы сохранить порты открытыми. Это был риск, и поэтому теперь они заслуживают справедливые заработные платы. Это наше послание. Это послание от высокопоставленных чиновников Белого дома. И то, что забастовку удалось так быстро прекратить, за пару дней, эксперты называют одним из плюсов предвыборной программы Камалы Харрис. Но докеры заявили, что лишь на время остановили протесты до середины января, чтобы дать время для согласования нового трудового контракта. По предварительным данным, протестующие добились увеличения зарплат на 60%. В Сингапуре экс-министра транспорта приговорили к 12 месяцам тюремного заключения за взяточничество. Казалось бы, почему мы вообще об этом говорим? Но это дело получило большой резонанс в стране и мире, так как за последние 40 лет это первый коррупционный скандал с участием министра. Сингапур занимает пятое место в мировом прейтинге восприятия коррупции и гордится безупречно чистым правительством. До этого момента, видимо. Ну, средняя зарплата, здесь хочу подчеркнуть, министров превышает 800 тысяч долларов в США. Тут грех воровать, что называется. Тут грех воровать, да, сама зарплата уже не позволяет. Такие вот высокие зарплаты, к слову, и созданы для того, чтобы остановить и ограничить чиновников от взяточничества. Поэтому о таком коррупционном скандале десятилетия мы просто не могли не рассказать обо всем по порядку через несколько секунд в моей аналитике. Верховный суд Сингапура осудил бывшего министра по транспорту за коррупцию. 62-летний экс-чиновник признал свою вину в получении взяток на сумму более 400 тысяч сингапурских долларов, находясь на государственной должности. Это примерно 315 тысяч долларов США. Среди полученных подарков были билеты на Гран-при Формула-1, дорогой велосипед, алкоголь и поездка на частном самолете. Судья назвал действия экс-министра злоупотреблением властью, которая подрывает доверие общества к государственным органам. Согласно решению суда, Исваран начнет отбывать свой срок 7 октября в самой закрытой тюрьме Чанги, где содержат приговоренных к смертной казни. Этот приговор стал первым случаем привлечения к ответственности чиновника в Сингапуре с 1975 года, когда бывший министр охраны окружающей среды Вин Тунбун получил 18 месяцев заключения за коррупцию на сумму более 800 тысяч долларов США. Расследования коррупционных преступлений с участием министров в Сингапуре случаются крайне редко, поскольку государственным служащим хорошо платят за то, чтобы они препятствовали коррупции. Годовая зарплата многих членов Кабмина превышает 1 миллион сингапурских долларов, а это больше 800 тысяч долларов США. И да, эти скандалы резко контрастируют с имиджем, который на протяжении многих лет пыталась создать правящая партия народного действия. Аналитики считают, что череда скандалов может подорвать поддержку ПНД, которая находится у власти с 1959 года и имеет подавляющее большинство голосов в парламенте. Если смотреть на ситуацию с коррупцией в мире, то надо обратить внимание на рейтинг Transparency International. Это неправительственная организация по противодействию коррупции. Составляя этот рейтинг, специалисты оценивали страны по подкупности, принимая во внимание непрозрачность бизнеса, наличие свободы у средств массовой информации, а также прав и свобод у граждан. Первое место занимает Венесуэла, на втором месте Йемен, затем Сомали, на пятом месте Россия, шестая страна Гвинея, затем Сирия, Южный Судан, Ливия, Афганистан и на десятом месте Северная Корея. Уровень коррупции в Казахстане, согласно данным Transparency International, несмотря на то, что мы не входим в десятки коррумпированных стран мира, весьма высок. Индекс восприятия коррупции в нашей стране составил 39. Чем ниже индекс, тем более страна коррумпирована. И наоборот, чем больше значение, тем уровень коррупции ниже. Среди стран СНГ, в Армении и Молдове ситуация менее критична, чем у нас. А вот в Беларуси, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, России, Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане дела обстоят гораздо хуже. Тем временем еще одна страна Европы встала на ультраправый путь. На неделе австрийская партия свободы, попадавшая в скандалы из-за предполагаемых связей с Кремлем, победила на парламентских выборах. Въезд к такой победе отнеслись с тревогой, прежде всего из-за критического отношения австрийской партии к стратегии Запада в отношении конфликта в Украине. Но надо признать, что вот такие победы теперь скорее тенденции. Ультраправые уже побеждали на выборах в Германии, а в Словакии к власти пришел президент, выступающий против военной помощи Киеву. Почему все больше избирателей отдают предпочтение ультраправым, разбиралась наша коллега Фариза Булатбек. Она сейчас находится в Германии. Фариза, добрый вечер. Как результаты выборов в Австрии восприняли в Европе? Приветствую, коллеги. Результаты парламентских выборов в Австрии были вполне предсказуемы. Но, по крайней мере, они никого не шокировали. В Вене 29%. Это самый высокий результат. Впервые получила австрийская партия свободы. И, как видно на графике, за ней следует консервативная австрийская народная партия и социал-демократическая. Европейская пресса анализирует причины успеха правой популистской партии и прогнозирует возможные сценарии развития события. К примеру, амстердамская Де Вольфскрант опасается, что победа правых популистов в Австрии будет иметь опасные последствия на уровне всего Евросоюза. АПС – пророссийская партия, что окажет дополнительное давление на европейскую поддержку Украины. Курс миграционной политики ЕС также грозит сдвинуться вправо. Евросоюз был основан как Содружество либеральных демократий. Но теперь из-за подъема партий нелиберального толка, таких как АПС, ценности либеральной демократии и правового государства с его фундаментальными правами для каждого индивида оказываются под давлением на европейском и национальном уровне. А это значит, что на карту поставлена идентичность ЕС как таковая. Австрия – не первая страна, попавшая под влияние ультраправых. Такая тенденция наблюдается и в других странах Евросоюза. Прошедшие выборы в Европарламент служат тому подтверждением. Но почему мы все больше говорим об ультраправых и в чем их разница от правых? На эту тему мы поговорили с обозревателем Deutsche Welle Андреем Гурковым. Когда говорят о правом повороте в Европе, мне кажется, надо четко различать две вещи. С одной стороны, мы имеем сдвиг политических предпочтений европейских избирателей во многих странах из левого центра в правый центр. То есть усиление консервативных, право-либеральных тенденций по сравнению с долго доминировавшими социал-демократическими лево-либеральными тенденциями. Это, в принципе, нормальный демократический процесс. Что ненормальный, что очень тревожно, что этот процесс сопровождается усилением крайне правых, популистских правых и экстремистских правых партий, организаций, тенденций во многих европейских странах. Вот это очень тревожная тенденция, потому что вот этот поворот в право уходит слишком право и уходит в экстремизм. Несмотря на то, что ультраправые партии в ряде стран завоевали значительное влияние и даже вошли в правительство, их власть ограничена необходимостью создавать коалиции с более умеренными силами, считает Андрей Гурков. Вместе с тем мы поинтересовались у него, а как приход ультраправых отразится на дальнейшей политике Европы в украинском направлении? Мы увидели, что, например, в Италии, где усилили силы, которые некоторые называют профашистскими, тем не менее в Италии не произошла поворота в отношении политики в отношении Украины, а наоборот, Италия даже ужесточила курс на поддержку Украины и не поддержку России. Тем не менее, мы должны видеть, что усиление как правых экстремистов, так и, скажем, левых популистов, и тут я думаю скорее о Германии, может в среднесрочной перспективе в течение, скажем, следующего года, в Германии намечены на сентябрь следующего года парламентские выборы, привести к тому, что такие партии усилят свое влияние в отдельных странах и, соответственно, во всем Евросоюзе. Хотя тоже надо иметь в виду, что даже несколько, условно говоря, антиукраински настроенных стран в Евросоюзе еще не делают погоду. Мы видим это на примере Венгрии, поскольку надо согласовать свою позицию еще с позициями остальных 26 стран. Почему европейцы все чаще стали голосовать за ультраправые партии? Рост их популярности обусловлен несколькими факторами. Во-первых, экономический кризис и неравенство порождают у людей чувство неуверенности и поиска виновных. Это может привести к антимигрантским настроениям и голосованию за соответствующие партии. Во-вторых, наблюдается увеличение гендерного разрыва в политических предпочтениях. Причем мужчины чаще голосуют за ультраправые партии, чем женщины. Это связано с ностальгией по патриархальным ценностям и попытке восстановить доминирующую роль мужчин, считают эксперты. Коллеги? Фариза, большое спасибо за обзор. Я напомню, с нами на связи из Берлина была наша коллега Фариза Болотбек. Мы продолжим. А я хочу напомнить про другого ультраправого кандидата, уже пришедшего к власти. Это президент Аргентины Хавьер Милей. Он действительно смог снизить инфляцию, как и обещал в своей предвыборной программе, но не смог провести большинство своих обещаний в действие, так как сталкивается с сопротивлением парламента. Как пишет BBC, по итогам опроса аргентинцев большая часть респондентов ответили, что президент уделяет больше внимания своему международному политическому имиджу, чем, собственно, решению проблем вообще в Аргентине. Ну, а прямо сейчас о других событиях в мире коротко. В автокатастрофе в Таиланде погибли 25 человек, 20 из них дети. Школьный автобус возвращался в Бангкок из поездки на север страны. В пути лопнуло переднее колесо, водитель потерял управление, автобус врезался в ограждение и загорелся. Самое трагичное, что родители погибших не могут опознать своих детей из-за того, что тела сильно обгорели. Пожар вспыхнул в передней части автобуса, дети инстинктивно бросились в заднюю часть салона, но выбраться не успели. Премьер-министр Таиланда выразила соболезнования семьям погибших. Минимум восемь человек погибли, двое числятся пропавшими без вести из-за пожара в больнице в уезде Пандун на Тайване. В ходе спасательной операции из Междуречия были эвакуированы более трехсот человек. Спасатели по-прежнему ведут поиски одного пациента и сотрудника больницы. Среди погибших шесть мужчин и две женщины. Причины пожара устанавливаются. Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в городе Шанхае и на востоке Китая. Три человека погибли, 15 пострадали. Согласно данным предварительного расследования, 37-летний мужчина по фамилии Линь приехал в Шанхай, чтобы выместить на ком-то злобу из-за личных финансовых сложностей. Расследование продолжается. Число жертв шторма Хелен в США доходит до 200 в списках пропавших без вести 600 человек. Последние данные о последствиях стихийного бедствия приводит NBC News. Тропический шторм обрушился на юго-восток страны. 26 сентября пострадали жители шести штатов. Больше всего ураган ударил по Северной Каролине. Там произошло самое сильное наводнение за последнее столетие. Вода снесла целые деревни. Президент страны Джо Байден приказал Министерству обороны направить тысячу солдат в Северную Каролину. И напоследок немного хороших новостей. Ну, тут для кого как. Судите, в общем, сами. В Италии нашли подлинную картину Пикассо. Портрет висел в дешевой раме, а семья хотела от него избавиться. Все потому, что хозяйка дома считала картину ужасной. Интересна сама общая история этого полотна. Старевщик Луи Джи Ле Рос обнаружил портрет в подвале, купленного им дома еще в 1962 году. С тех пор картина висела в гостиной дома, а после ее отнесли в подвал. Судя по всему, хозяйка дома не была поклонницей основоположника кубизма и поэтому совершила такое действие, что называется. Ну, историю напечатало издание The Guardian. Первым подозревать, что картина может быть ценным произведением искусства, начал сын старевщика Андрея. Он и обратился к экспертам и после нескольких лет сложных исследований. Они подтвердили, что подпись на картине принадлежит Пикассо. А сама картина стоит при этом 6 миллионов евро. Руслан, мне кажется, такая история нас всех может сподвигнуть на то, чтобы мы покопались у себя в старых вещах. Может быть, там заваляется какая-то картина за 6 миллионов евро. конечно Пикассо, но мало ли, да. На самом деле иногда стоит обращать внимание на какие-то такие произведения искусства, которые могут иметь большую ценность, чем может казаться на первый взгляд. Такая вот поучительная история, по крайней мере, для жителей старого света. Что ж, это были все события, о которых мы успели вам рассказать. Увидимся в следующую субботу в 20.00 как всегда на Атомикен Бизнес. На сегодня все, до свидания. Берегите себя.